Всем привет! И в этом видео я хочу поделиться с вами своим заказом, вернее заказами из компании Avon и Ariflame. И заказ будет компании Avon номер 8 и компании Ariflame номер 7, если я не ошибаюсь. Так что давайте приступим. И начну я с компании Ariflame. Я заказывала два вот таких крема. Это серия Optimals. Дневной и ночной крем. Я решила прибегнуть к уходу с лифтинг эффектом, потому что я считаю, что для профилактики не помешает. В уходе с лифтинг эффектом всегда присутствуют какие-то вещества для того, чтобы разглаживать кожу, как-то напитывать ее компонентами, которые будут как можно дольше держать вашу кожу в таком подтянутом состоянии, либо просто в тонусе хотя бы. И эти компоненты, я считаю, очень, может быть, хороши будут, когда мне будет за 35. Но пока, я считаю, для профилактики неплохо будет время от времени просто пользоваться такими либо кремами, либо масками, либо, может быть, сыворотками. Никогда это не помешает. Конкретно про эти два крема они мне очень понравились. Мне понравился как дневной, так и ночной крем. Ночной крем это не то чтобы сказка, но на утро я просыпаюсь с такой кожей, которая в тонусе. Дневной крем более подтягивает действительно кожу лица. После первого применения этих кремов я заметила эффект запаху этой всей серии. Такой, знаете, пахнет взрослой какой-то косметикой. Вот именно по уходу какие-то вот воспоминания у меня вызывает этот запах. Какие-то мамы на крема. Советую эти крема либо девушкам, которым так же, как и мне, уже ближе к 30. И для профилактики нужно попользоваться. Либо девушкам, которым уже за 30. Потому что эта серия у нас идет, по-моему, 30 с плюсом. Оба эти крема, они с такой густой консистенции. Дневной крем чуть более легче по самой текстуре. И наносится он так очень нежно, распределяется легко. Несмотря на его густую консистенцию, он очень легкий. Но ночной крем чувствуется, что он очень густой. И наносится он тоже как густая такая субстанция. Распределяется он легко, но чувствуется такой вот питательный крем. Когда вот вы наносите либо на руки, либо на лицо. Именно такой вот крем, который питает кожу. Немножко присутствуют какие-то вот либо силиконы, либо жиры, либо масла какие-то. Которые при распределении такие маслянистые немножко. И в подарок от Oriflame мне подарили вот такую пилочку. Обычная пилочка с несколькими этапами подпиливания. Это жесткая пилка. Вторая стадия это у нас обычная пилочка идет. И третья у нас как бы полировочная. И четвертая уже идет четвертая такая вот тоже полировочная стадия, которая просто делает ноготь гладким. Пилочка обычная. Ничего в ней такого. Здесь есть просто вот такие соединения на пилочке. Они просто будут отслаиваться, я так думаю. Я бы лично сама не купила такую пилочку. Но так как это был презент, я конечно буду пользоваться. Не пропадать же добру. Покупать никому не советую. И перейдем к заказу Avon. В прошлом заказе я заказывала, не помню в каком уже, в какой компании. Я заказывала точилку. Вот она мне пришла только в восьмой компании. Обычная точилка для толстых, больших карандашей и для маленьких. Подтачивает карандашики неплохо. Но зависит все от карандаша. У меня есть карандаши от Avon, которые эта точилка не очень хорошо точит. Только из-за того, что сама вот структура карандаша рыхлая. И очень мягкий стержень. Само дерево, которое мы стачиваем точилкой, оно очень рыхлое. И за счет этого может подпортиться сам стержень, когда вы стачиваете карандаш. Либо он просто обламывается. Но нормальные карандаши, вот у меня есть карандаши от Floormar. Точит их на ура. Очень даже остро подтачивает. Мне очень понравилось. И еще здесь есть в самой точилке, вот внутри, такая вот палочка, которой можно удалять все ненужные, прилипшие какие-то от карандаша остатки. И, наконец, я приобрела сыворотку, которую очень давно хотела. О которой просто на ютюбе, я не знаю, все, наверное, говорят. Все ее пробовали. Одна я, наверное, не пробовала ее. Мне, конечно, было очень интересно, что же это за такая волшебная сыворотка. Она, конечно, не волшебная. Ничего она такого сверхъестественного не делает с вашими волосами. Они действуют просто, как обычное масло виноградных косточек, к примеру. Когда наносишь ее на руки и распределяешь потом по волосам, такое ощущение, как будто что-то мокрое, такое немножко холодное. И кажется, что волосы будут жирные. Но потом вы распределяете. И вот сколько бы я ее не наносила, максимум это три нажатия мне нужно, чтобы нанести на все волосы, ну, на все кончики, я имею в виду. И у меня волосы не жирные от этой сыворотки. Запах очень приятный. Мне он очень нравится. Я просто балдею от этого запаха. Это как альтернатива эликсира от Горенье. Еще я от Avon заказывала помадку. Новую их серию. Это серия у нас Совершенство, если я не ошибаюсь. Называется оттенок у меня Креми Меллон. Это оранжево-персиковый, что ли, оттенок. Он очень красивый. На камеру я не знаю, вот так вот будет видно нормально или нет. Она, наверное, даже передает ее какой-то оранжевый. Но на самом деле она не такая ярко-оранжевая. Она больше с таким вот персиковым каким-то отливом. И очень такая кремово-оранжевая. Очень красивый оттенок. Мне он очень понравился. Я ее приобретала специально на осень. Как такой вот ежедневный вариант. Осень у меня ассоциируется с таким вот именно поистине оранжевым оттенком. Желтеет листва. Становится все такое вот яркое. Оранжево-красное. Оранжево-желтое. Красно-желтое. Поэтому этот цвет у меня ассоциируется с осенью. Мне он очень понравился. Помада по своим свойствам очень кремовая. Она ухаживает за губами прямо как бальзам. Могу сказать, что мне очень нравится эта помадка. Буду из этой серии заказывать еще какие-нибудь оттенки. Запах у этой помады такой вот нежный. Каким-то вот шоколадом отдает. Вот что-то такое, но очень легкий аромат. Он не навязчивый. На губах не остается. Помада мне понравилась во всем. Поэтому могу посоветовать ее со стопроцентной уверенностью. Только нужно подобрать себе оттенок, который будет подходить именно вам. Еще я заказывала карандашик такой. Из серии Ultra Glimmer Stick. У меня в оттенке нюд. Это автоматический карандашик. И он в принципе обычный, но он держится неплохо на губах. Оттенок у него действительно такой нюд. Но чуть-чуть темнее обычного нюд какого-то. Но светлее, чем у меня какой-либо нюд был когда-то. Обычный такой оттенок. Мне он подходит под мои нюдовые помады. Вот это и все, что я заказывала. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, было, может быть, полезно даже мое видео. И спасибо вам за внимание. Всем до новых видео, до новых встреч. Пока-пока.